Борис Беляев – выдающаяся личность в художественной жизни Бобруйска. Сотни детей и подростков, которые обучались у Бориса Федоровича при Доме пионеров, научились не только рисовать, они стали понимать и любить искусство. Через студию прошло более 1600 мальчиков и девочек. Из них более двух сотен стали профессиональными художниками, архитекторами и преподавателями ИЗО. Студия была настолько привлекательна для детей, что в общем бегом бежали дети, заставлять не нужно было. Это милейший, добрейший человек, которого бывшие студийцы, вот сейчас они все уже убеленные сединами, но вспоминают и говорят с такой теплотой, как, наверное, некоторые, может быть, о родных отцах. Так не говорят. В выставке студия Бориса Беляева «История подвижничества». Более 70 работ в карандаше, акварели и масле. Еще юных – Георгия Поплавского, Николая Рубана, Людвига Осетского, Семена Шегельмана, Иосифа Капеляна и многих других. Научный сотрудник художественного музея Геннадий Благутин создавал этот проект на протяжении года. В видеопрезентации используют десятки газетных публикаций, множество фотографий и воспоминания бывших студийцев. Татьяна Корчашкина – одна из энтузиастов сохранения памяти известного педагога. Забыт человек, человек, который уникальный пласт поднял. А Геннадий Романович – архивы, встречи. По мере силы возможностей мы все ему помогали. Мы вспоминали знакомых, искали в своих запасах старые фотографии, приносили ему. И, слава богу, проект получился. Я очень рада. Он любил детей, находил с ними общий язык и никогда не повышал голос. В своих рассказах об учителе воспитанники Беляева вспоминают доброжелательную атмосферу занятий в студии. Именно с ней связывают феноменальный успех и популярность педагога. Борис Федорович раскрывал таланты. Людмила Путейко, дочь Леонида Хацановича, сама теперь известна на всю страну. Ее губелены украшают музеи столицы. Женщина вспоминает. Беляев был учитель от бога. Папа не был членом союза, но художник был хороший. Вот он, собственно, меня и привел в студию, Борису Федоровичу. Очень благодарна ему. Была высокая планка. У нас все студенты, все, кто занимался в ту пору, мы, пожалуй, с первого раза все поступали в училище. История школы-студии Бориса Беляева – одна из тысяч неизведанных глав художественной жизни Бобруйска. Жизни, которую мы должны знать и гордиться. Елена Кутузова, Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.